Слава Богу! 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 Слава Бог! Слава Богу! 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 в духовный мир, что Христос есть Бог, что Иисус есть Бог. И ты сказал, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. И я провозглашаю, что врата ада не одолеют эту церковь слова жизни. Как пастор церкви я провозглашаю это, и я утверждаю, это прямо сейчас. Врата ада не одолеют. Независимо от попыток, Господа Божий, ты накрой столь в виду врагов, духовных и физических. Во имя Иисуса Христа, ты накрой столь в виду врагов. Господь, это Твое слово. Ты накрой столь. Я верю в это, в этом городе. Спасибо тебе, Господь. Храни каждого человека. Храни каждого члена церкви. Благослови каждую семью. Созидай каждый дом. Благослови наших подростков, наших детей, нашу молодежь. Во имя Иисуса Христа, Боже, укрепляй молодежь и поднимай молодое поколение, поднимай молодое поколение, посвященных, радикальных, крещенных в видении церкви. Во имя Иисуса Христа, которые пойдут дальше, которые понесут этанарты, которые поднимут ввыз знамя победы, которые поднимут имя Иисуса Христа, которые поднимут авторитет имени Иисуса, еще ввыз в этом городе, о Господь, через который придет пробуждение среди молодых людей. Благодарим Тебя, Господь. Благодарим. Я пророчествую стабильность в учении. Я пророчествую здраво в учении. Я утверждаю это. Всякое, 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 всякое орудие направлено против этой церкви, против нашей церкви. Господь прямо сейчас, как пастор церкви, я аннулирую этого имя Иисуса в день рождения церкви. Я говорю благословение в день рождения церкви. Я утверждаю божественный порядок в день рождения церкви. Я говорю устройство в день рождения церкви. Я говорю защита через кровь Иисуса Христа. Всякое орудие, поднятые против нас не будет успешны. Никакое орудие направлено. Все слова, сказанные против этой церкви, в день рождения Господа, когда мы входим в седьмой год, год благословения и полноты Божьей. Я говорю, да не будет этого. Мы верим Твоему Слову, Господь. Мы благословляем город, в который Боже, Ты поместил нас. Мы благословляем Боже эту провинцию, как пастор церкви. Я благословляю эту провинцию. Я благословляю Боже все города. Я благословляю Боже Канаду. Я говорю, спасибо, что Ты поднял эту церковь. Спасибо, что Ты созидал ее. Спасибо, что Ты вел ее. Что Ты оберегал на пути. И Господь Бог этот седьмой год обрадуй нас. Обрадуй каждого. Обрадуй свою церковь. Обрадуй своих избранных. Обрадуй, Господь. Я говорю спасибо за верность народа Твоего. Я говорю спасибо Тебе. И я молюсь за город. Я молюсь за каждую поместную церковь. Я молюсь за все русскоговорящие Божьи говорящие церкви, Господь. Во имя Иисуса Христа. Я прошу благослови каждую церковь. Я прошу созидай каждую церковь. Я молюсь за устройство в каждой церкви. Господь Бог, спасибо Тебе. Благодарю и славлю. Господь, пусть ангелов Твоих, пусть ополчение ангелов Твоих это ополчение, Боже, пусть будет вокруг нас, вокруг церкви Твоей, вокруг наших детей, наших подростков, нашей молодежи, вокруг взрослых, вокруг каждого. Пусть будет ополчение ангелов. не просто ополчение, которые просто обнажили свои мечи. Этот год мы обнажаем свои мечи. Мы обнажаем свои мечи духовные. Мы обнажаем свое писание, свою Библию. Мы поднимаем Слово Божье Веси. Как ты сказал мне Слово, как ты дал Слово, проповедуй Слово, небось. У меня много людей в этом городе, и никто не сделает тебе зла. Я до сих пор верю этому Слову и хожу с этим Словом. И, Господь, Бог, в этот седьмой год я молюсь особенно, чтобы это Слово стало реальностью. Господь, чтобы чудеса и знамения твои, они были частью твоей церкви, частью служения каждого из нас, чтобы сила Божия проявлялась могущественным образом, чтобы глаза духовные открывались, чтобы видеть. Спасибо тебе, Господь. Прославляю имя Твое, прославляю тебя, Господь Бог, спасибо тебе, мы благодарим ты здесь, мы благодарим, Господь, ты здесь, халлилуйя. О, Иисус, это твой праздник, это твой праздник и твое торжество, и всю славу, Господь, я отдаю тебе, и не я один, все церкви, мы отдаем тебе славу, мы рукоплещем тебя, Господь, все церкви, рукоплещем тебя, Господь, все церкви, мы рукоплещем тебя, мы рукоплещем тебя, Господь, мы рукоплещем тебя, О, Иисус, благодарим тебя, Господь, благодарим тебя, Господь, благодарим тебя, Господь, благодарим. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Дорогие святые, пожалуйста, на самом деле, я хочу поздравить каждого из нас с этим праздником. С днем рождения церков, с днем рождения церков. Аллилуйя Аллилуйя С днем рождения, с днем рождения, с днем рождения церковь На самом деле Я скажу вам Библия говорит нам То слово, которое мы имеем Я создам церковь мою И врата ада Не одолеют Амин Я создам, пожалуйста, дети мешают Я их слышу больше, чем даже вы говорите Я создам церковь мою И врата ада Не одолеют Амин Я создам мою церковь Вы должны понимать одно Церковь строится на откровении Слова Божьего, которое ты получил, я получил Церковь это не дело человеческое Это дело Божье Знаете, важно Мы имеем слово Важно, чтобы мы держались этим словом Важно, чтобы мы держались словом Божьим Важно, чтобы ты держался словом Божьим И то слово, которое имеет значение Я просто напоминаю и будем идти дальше Я поместил тебе в этот город Проповедую Не бойся Никто Не сделает тебе зла Притом в любой форме Я верю этому слову Я говорю это слово Я убежден в этом И это говорит только ко мне Это к каждому Если ты часть церкви Ты должен знать об этом Никто тебе зла не сделает Библия говорит нам Всякое же проклятие Незаслуженное Не сбудется И я убежден, что я не заслуживаю проклятия Я заслуживаю благословения Амин И ты заслуживаешь благословение И ты благословение Каждый из нас Мы заслуживаем благословение Поэтому Всякое проклятие Не сбудется Всякое проклятие Не сбудется Ибо ты предназначен На благословение Христос Стал проклятием уже Чтобы ты стал благословением Значит Ты уже благословение Ты уже благословен Поэтому Любые слова Любое проклятие Отправляй на крест Отправляй на крест И ходи в радости Ходи в здоровье Ходи в силе Ходи в любви Ходи в терзновении Амин Амин Дайте Иисусу большую славу Аллилуйя Аллилуйя И еще раз мы рады Что вы с нами сегодня Может быть немножко Я просто могу представить только Это папа Это прекрасный брат Прекрасный служитель Божий С Украины Большое спасибо, брат И также Галина Большое спасибо Галина, большое спасибо Это люди которые служили долго в Украине Они подняли силы Служители Они много трудились Они поклонники Большое поклонники По всей Украине они известны Они помогли многим Становиться На этот путь поклонений Нормально И они сейчас в Торонто живут В этом большом районе Торонто И знаете Они не отказались К нам приехать На этот праздник И нам не refuse Это сложно Потому что Чтобы все Каждый работают Каждый что Пока все Сошло Некоторые попросили Сработать Некоторые Чтобы все смогли Быть с нами сегодня Это большое чудо Это было тяжело Для каждого И все Расслужители Расслужители Благодаря Богу, это его праздник. Слава тебе, Господь. Давайте вместе будем поклоняться нашему Отцу. I want to hear voices of angels above. Singing as one. Singing hallelujah. Holy, holy. God almighty. The great I am. Who is worthy? I'm beside you. God almighty. The great I am. The great I am. I want to be in need. I want to be near. Near to your heart. Да. Приблизись так к нему. Love in the world. Я приблизюсь к тебе. Да. Да. I see dry folks. Living again. Singing as one. Singing hallelujah. Holy, holy. God almighty. The great I am. The great I am. Who is worthy? I'm beside you. Yes, we worship God. God almighty. The great I am. 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 Great I am. The great I am. The great I am. Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Аминь 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 ДимаTorzok 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 Но число 7 считается числом совершенства. Я верю, что мы входим во что-то мощное от Господа. Я верю, что мы входим во что-то потрясающее, которое Бог приготовил. И просто будьте готовы. Подключить, подвязать. Как церковь, за все это время, мы проходили разные ситуации. Были хорошие моменты. Были не очень хорошие моменты. Но и меньше было. Больше было хороших моментов. И эти моменты все мы проходили вместе. И мы были вместе. Я верю в верность нашего Господа. Я верю в верность нашего Господа. И то, что меня всегда вдохновляет, это что Бог всегда оставался верным, чтобы мы не проходили. Бог всегда оставался верным. И я благодарен Богу за служителей, которые были от начала со мной. Как мне мой наставник говорит, апостол Битемо, когда у меня были различные переживания, Он мне посадил напротив себя. И он мне сказал очень простые слова. Он говорит, преск. Запомни. Запомни, это тебе поможет. И, наверное, сейчас мы ожидаем какую-то формулу магическую. Он мне сказал простые слова. Он сказал, церковь. Извини за такое сравнение. Это как метро. Как метро. Есть те, которые сидят на начальную станцию. И они пойдут с тобой до конца. Есть те, которые сидят с тобой в начальной станции. Живо с тобой с нами, что они начнут с нами, и проходят на душе. Спрос 네넙, и кто-то может подсерить у нас на душе. Идетом в душе стоит. И там, когда у тебя есть с нами, и кто-то будет с нами, Они не забывали, что до конца Они будут идти с тобой до конца Запомни одно Важно Что ты не бросил вести метро Что ты не делаешь Не бросил метро Важно Что ты не бросил метро Что ты не бросил метро Ибо ты Как мы называем Как мы conductел метро Ты машинист Ты машинист Есть если вы взяли В ее движении Они могут остановиться Они могут остановиться Но ты не должен остановиться И есть кто-то Вы идите И есть кто-то Они будут сжаты И они будут сдаться Они будут как-то Убили Убили Зато Убили И Они пошли И снова Убили И они будут Спать на еще WE Погде И они будут Речупрять В живот И еще в метро Важно Важно Запомни ты как машинист ты должен всегда вести и цени тех которые ты видишь от начала с тобой которые люди с тобой дальше цени тех которые посредине пришли которые с тобой цени тех которые пришли которые ушли цени всех потому что если они были что-то им нужно было от тебя получить для их жизни может быть и хватит то что они получили и они уходят другие были в других местах услышат, придут потому что захотят получить то что ты имеешь не бросай курс простой совет простой совет но который мне очень сильно помогло простой совет простой совет который меня сильно ободрил простой совет который вдохновил из этого момента начиная с этого момента знаете мне еще легче стало служить Богу еще легче стало служить Богу еще легче пастор Рémi пожалуйста я вернусь на самом деле поэтому мы должны понимать с вами что Бог он верен и он ведет церковь и церковь я как ваш пастор я хочу сказать простые слова которые я говорил от начала церкви которые я говорю сейчас и которые я еще буду говорить не бойтесь 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 Это слово я говорю не сегодня, каждый год я это повторяю, и до сих пор я верю этому слову, и я верен этому слову, и Бог, которому я служу, Он верен, Он верен, поэтому я хочу сказать каждому из вас, Спасибо, что вы взяли именно эту линию метро, есть много линий, желтые, оранжевые, коричневые, зеленые, красно-коричневые, я не знаю, но вы взяли эту линию, спасибо вам, я не идеален, и вы это успели заметить за все это время, я не идеален, я из себя тоже не корчу идеал, Но я скажу одно, я честен в моем служении Богу, я честен в моем служении Богу, в моем служении Богу, нет никаких стандартов, В моем служении Богу, как я делаю, то, что я говорю, оно и есть, у меня нет задних мыслей, нет, как есть, я вам говорю, как оно есть, И я буду так дальше служить Богу, я буду так дальше служить Богу, Я верю одно из Библий, простой, То, что Бог опять мне сказал, То, что Бог опять мне сказал, Если ты будешь искренним, Бог искренне, поскольку искренне, с лукавым по лукавству их, Я держусь этим, И я действую по принципам, Поэтому я благодарен каждому из вас, Что не смотря на мои, Так скажем, на мое несовершенство, Вы продолжаете быть верным церкви, Вы продолжаете идти вместе, Конечно, я не могу не говорить моей жене большое спасибо, Потому что она рядом со мной, Она та, которая первая помощница, Она видит мои переживания, Когда я могу их показать, Она видит мои боли, Она знает, когда бывают разные ситуации, И она знает, что для меня является церковь, И она знает, что для меня является церковь, Я, конечно, так же хочу поблагодарить моих детей, Потому что, на самом деле, это непросто, Когда папа много времени вам не дает, И я это не проповедую как пример, Но приходится так, Когда папа не выдаёт не много времени, Я не пречу вас, как пример, Но это мне кажется, Это мне кажется, что я делаю таким образом, Это мне кажется, что я делаю таким образом, Поэтому я хочу сказать большое спасибо моим детям, Моей жене, И так же, по процессу прощения у женщин, у детей, На самом деле, не так много времени я вам уделяю, Я краду наше семейное время, Я какое-то время ворую, Все для того, чтобы служить. Но я благодарен, что вы рядом, Я благодарен, что мы вместе, Я благодарен, Что Бог ведёт нас дальше. Спасибо большое Тане и Шарлемане, Которые от начала Руслану в свете. Я хочу сказать большое спасибо. Мы были в начале вместе. Вы поверили в меня. Да, мы поверим в Бога, Господу Богу. Но чтобы идти с кем-то, надо поверить, что у него что-то есть. Я говорю спасибо. Я говорю спасибо за то, что мы вместе, Я вас знаю. Я вас знаю. И мы вместе. И мы вместе. Я благодарен за совет церкви. Благодарю нашим всем служителям. Я благодарю всех служителей. На самом деле, Большое спасибо. Большое спасибо. Они тянут много. Не могу ни подчеркнуть Лену, Иванову, Володя, Костя с Юлией. Знаете, это люди, которые многие тянут. Я не могу не подчеркнуть Лену, Иванову, Володя, Костя и Юлия, Они на себя тянут многое. Большое спасибо. И, конечно, всем служителям. Не обижайтесь, если не скажу имена. Потому что я понял, что если скажу имена, то надо будет всю церковь цитировать. Поэтому прощайте. Большое спасибо. Аминь. Аминь. Слава Богу. Пастер Рим, приглашаю тебя, пожалуйста. Дай тебе микрофон сразу. Пастор Приск, я говорю это в английском, извините, я немного говорю на русском, но я думаю, что это будет тяжело. Лера, пожалуйста, один момент, пожалуйста, Лера, пожалуйста, в церковь Сова Жизнь есть две возможности, отвечать с радостью или с удовольствием, сейчас ты выходишь с радостью или с удовольствием, слава Богу. Знаете, когда мы были на похоронах? Вы знаете пастора Базилия? Может некоторые из вас. И одна женщина спросила, кто этот молодой темнокожий проповедник и кто белый? Я не совсем понимала, о чем она говорила, потому что я не видел никакого там священника. Но вы знаете, мы здесь, потому что мы особенные люди. Пастор Приск особенный человек для меня. И каждый из вас, вы особенные для меня. И есть только одна причина, почему вы особенные. Потому что мы верим в одно имя. И его имя Иисус Христос. Аминь. Мы все особенные. Я знаю, это ваш шестой день рождения. Я просто хотела бы поделиться с вами двумя-тремя местописаниями. Деяние 10-28. Пастор Приск из-блак. Вы знаете, как сложно идти для еврея, еврейского человека в компании человека с другой нацией. Вы знаете, что иудею воздранено сообщаться или сближаться с сыноплеменником. Но мне Бог открыл, что я не почитал ни одного человека скверным или нечестивым. Она пошла немного дальше, чем я. Но это хорошо. Вы знаете, мы не должны быть все светлыми. Мы не должны быть все темными. Мы действительно можем быть абсолютно разными. Но слушайте, что Петр сказал. Но мне Бог открыл, что я не почитал ни одного человека скверным или нечестивым. Что мы, как христиане, Когда я думаю о церкви «Слово жизни», Я всегда думал, как же называть эту церковь. Я всегда думал, как же называть эту церковь, но потом я думал, что нужно ее называть церковь на той же улице. Нам заняло пять минут, чтобы прийти сюда. У нас закончилось служение. Буквально тут недалеко, и мы пришлись к вам. Пастор Приск, я хочу поблагодарить вас за приглашение. Я хочу благословить вас именем Иисуса и все собрание. Это не имеет значения, если мы говорим или не говорим по-русски. Или на украинском. Французский, английский, польский. Что Господь очистил. Спасибо, пастор. Не назови нечестивым. Что Господь очистил. Не назови нечестивым. Потому что Господь очистил. И мы все церковь Христа. Мы можем быть названы фул госпелом. Мы можем быть названы словом жизни. Но мы дети Божьи. Аминь. Пусть Господь вас благословит. Пусть Он пребудет с вами. Поможет вам. В вашей работе для Царства Божьего. Аминь. Аминь. Большое спасибо. Спасибо. Большое спасибо. Не назови нечестивым. Не назови нечестивым. Аминь. Вы все вместе. Мы все вместе. И я хочу пригласить. Я хочу пригласить. Тавок ту буритнам свинан днисти Слова. Celui qui va nous apporter la parole сегодня. Пожалуйста, пастор Давид Анон. Мы пригласим. Мы пригласим вас. Пастор Давид Анон. Аминь. Спасибо, брат. Спасибо, муж. Божи. Пусть Бог благословит. Пусть Бог благословит. Я очень рад. Что они белые, селотевые или молодежь, или старые девушки, или средние девушки. Иногда, когда речь идет о служении, они говорят, ну, посмотрите, я в возрасте, у меня уже 64, что я могу делать. Но вы когда-либо слышали, что Библия говорит в бытия? Сара, когда Сара, она была в 90, как она работала. Понимаете? Бог может использовать каждого из нас. Все что он ожидает от тебя, это вот я. Это сказать, что я, я, я. Аминь. Аминь. Слава Господу. Глоба Господу. Сегодня у меня слово, которое Бог положит на сердце. И я вижу, что это для, это для всей церкви, пастырь. Но прежде всего, это для молодежи. Аминь. Я даже видел, вот наши стародёжники. Аминь. Это для молодёжи. Я говорю, что это для молодежи. Я не чувствую еще. Это для молодежи. Все. Классно. Слава Господу. Наклони твою голову. Дорогой небесный отец, мы благодарны тебе за это время. Спасибо за все, что ты сделал все эти годы. Тебе одному всю славу мы отдаем. Честь и воля. Нет подобного тебе. Сон не comparable с тобой. Это все от тебя. Ты виновь из тебя. И для тебя. И для тебя. Благослови твое слово сегодня. Бени твоя пароль сегодня. И проговори каждого присутствующего. И говори к вам в имя Иисуса. 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 Аминь. Меня зовут Давид Анно. Я м'appelle Давид Анно. Для тех, кто меня не знает, я украинец. Я украинец. Я украинец. Я живу из Украины. Конечно, я не родился там. Я ехал в Украину уже давно. Я сушил, как я влажник. И прочее. Я учитżenia налевождения. Заходи сюда. И я доковала Семену. Б 23 года. Я музыкально. Мне не знает какой слов. angровы. Я неื่ал, как я connectivity��ел. Я не знаю, что слово использовал. Просто я со своими друзьями с Ганой, мы видели нужду, мы хотели помочь. Для нас умом даже непостижимо было тогда, чтобы человек сказал «нет Бога». Для нас это даже не было абсурдно, это не абсурдно, но это как-то непонятно. Как? Как? Как Бога «нет»? Все, что я мог сказать, вот это дико. И мы просто видели, что люди нуждались, и мы начали слушать. И через это обнаружили, что у Бога есть план. Потому что молодежь слушает меня. И ждите знать то, что Бог приготовил для тебя, чтобы начать служить тебе. Ты начни это делать сейчас, и вы обнаружите. Это Божий принцип. Это его принцип. Даже когда он создал Адам и ходил, и посмотрел, чем Адам занимался там. Он назвал имена, это животным. Посмотри на это, ты красавец, ты обезьяна. А ты такой, ты чебурашка. Понимаете? Просто вот такие вещи, вот то, что он сделал. А Бог просто следил и наблюдал. И знаете, что это было? Вы знаете, это было служение. Бог дал ему служение. И Бог стоял в стороне, и наблюдал как он служил. Вы знаете, кто дал ему мудрость? Вы знаете, кто дал ему мудрость? Чтобы назвать имена? Это Бог. Это Бог. И Бог видел нас ждут. И Бог видел нас ждут. Он одинок. И он нашел. Он создал, и отдал Адам. И как он это сделал? И как он это сделал? Как он велик хирург. Как он велик хирург. Сделал так, чтобы Адам уснул. Глубокий сон. И он сделал так, чтобы Адам уснул. Анастезиолог. И пока Адам с тобой Бог создал, Адам не пришел и сказал, ой, вот эта корова, вот эта, а где моя жена среди коровами, я не знаю, я не знаю, нет, Адам просто служил, а Бог видел нужду, молодец, служите, как увидите, ищите, не ищите, а где моя половина, где-то в клубе, в гараже, нет, ты продолжайте служить, быть верным, он увидит нужду, и все молодежь сказала, нет, вот это среди деж, Так что служить, это слово для вас, и пять лет назад, мы служили, и мог открыть дверь для нас, приехать сюда, в Канаду, продолжать для насаждения церкви, и служить, и служить, через прославление, И поэтому, вот то, что мы делаем, мы начали, мы начали, что церковь, мы тоже, мы шаги делаем, мы делаем, первый, второй, третий, И сейчас, ищем помещение, мы собрались, но сейчас мы хотите медицину, MAC family, способны children, мы relyingcoat, мы будем продолжать, продолжайте, начало б apologize за нас, я очень рад вас, очень рад, за вас, я очень рад, за вас, я же très рад, и подарю вас, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Это была небольшая introduция. Тему сегодня. Смотри назад. Смотри вокруг. Смотри вокруг. И смотри вперед. Смотри назад. Смотри вокруг. Смотри вокруг. И смотри вперед. И смотри вперед. Мы будем рассматривать жизнь одного человека. Один человек. Это царь Давид. Это Рой Давид. Если у вас есть Библия, откройте вместе со мной. Если вы имеете в виду Библию, открывайте вместе со мной. Первая книга царства. Первая книга царства. Первая книга царства. Первая книга царства. 16 глава. Nous allons prendre le chapitre 16. Я хочу чтобы... Я попросил чтобы читали. И мы вместе будем следить за это. И мы вместе будем следить за это. Хорошо? Хорошо? Да я люблю когда мы вместе читаем слово. Я хочу чтобы мы читаем слово. Когда нет времени. Парфой, нет времени. Читать Библию. Все занят. Утром. Бог, ты понимаешь. Бог, ты понимаешь. Драйв Труетта просто ты в машине будешь слушать аудио. У нас время. Поэтому я люблю когда мы в церкви. Чтобы мы вместе читаем. Чтобы видели. Когда я лучше один раз видел, чем сто раз услышал. Так что давайте посмотрим с 4 стиха. Пожалуйста, читайте. И сделал Самуил так, как сказал ему Господь. Когда пришел он в Вифлеем, то старейшины города с трепетом вышли навстречу ему и сказали, «Мирен ли приход твой?» И отвечал он, «Мирен». Для жертвоприношения Господу пришел я. Осветитесь и идите со мною к жертвоприношению. И осветил Иесея и сыновей его и пригласил их к жертве. И когда они пришли, он, увидев Елеава, сказал, «Верно сей пред Господом, помазанник его». Но Господь сказал Самуилу, «Не смотри на вид его и на высоту роста его. Я отринул его. Я смотрю не так, как смотрит человек. Ибо человек смотрит на лице, а Господь смотрит на сердце». Спасибо. Будем продолжать. Спасибо. Мы продолжаем. Это Бог послал пророка искать царя. Искать человека, который бы руководил его народом. И Он послал пророка. Потому что Сауль не уверен. И это интересно, когда пророк пришел, он сказал, «Слушай, я...» Когда пророк пришел, он ему сказал, «В те времена, пророк не посещает людей». Когда пророк пришел, он пришел в город, у кого-то дом, это значит, что ему послание. Если даже он идет к царю, он уже ждет. У тебя есть послание? Да. 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 Два. Я имею в виду. Первая. Первая. Плохая. Вторая хорошая. Вторая. С чего начали? Я начну с того, как у нас. И поэтому они все говорят, «Ой, пророк, ну...» И все говорят, «Ой, пророк, ну...» Но мир, с миром пришел, да, да, да. Ты виноват, ты виноват, да, да, да. И он пришел для того, чтобы избирать. И он пришел для того, чтобы избирать. И Библия говорит, «И мне очень интересно, хочу, чтобы вы видели молодежь, что это у тебя». Когда он пришел, Библия говорит о том, что он пришел для того, чтобы совершить жертвоприношение. И он сказал, «Асвятитесь и идите со мной». И Библия говорит о том, что он осветил. И Библия говорит о том, что он осветил, посмотрите, последний пятый стих. И он сказал, «И осветили их, и снови его, и пригласил их к жертву». И он пригласил их к жертву. И он пригласил все детей, чтобы пройти перед ним, и он должен показать, вот это тот, того человека, которую Бог избрал. И Библия говорит о том, что Бог выбрал. И первый прошел мимо, второй, третий, все, а потом в конце, он спросил, «А еще есть?» «А еще есть?» «Ты еще есть?» «Ты еще есть?» «Да». «Да». «Ой, посмотрите, так интересно, отец. «Он осветил Иисия, и снови его, и пригласил». Посмотрите, слово «осветил», «приносил». «Освещение» настолько очень важно, это означает, что отделить этого человека для Бога. Он говорит, что Бог уже начинает помасать человека, он смешает его. Бог никогда не помасает плот. Он говорит, «Помасает не Изия». Он говорит, что отец, это не осветemat, но не смешает его. Он смешает. Д Torres. Папа! Папа! Папа objetет все своей дети. Папа лего. Папа What the историиHaizen tет. Папа лего. Папа лего. И остальное. Он неакованнадж. И не думай о ли. Это не так праведливо. А как нельзя? Мы не можем действовать. И если же он выбирает один из этих детей, чтобы получить место для Давида, то он забывал. Покажите, что мы вернемся к этому. А потом давайте посмотрим стих, там, где он спрашивал, где есть кто-нибудь. Вот это одиннадцатый стих. Читайте одиннадцатый стих. И сказал Самуил Иесею, все ли дети здесь? И отвечал Иесей, есть еще меньше, он пасет овец. И сказал Самуил Иесею, пошли, возьми его, ибо мы не сядем обедать, доколе не придет он сюда. Ибо мы не сядем что? Мы не не приедем, пока не придет он сюда. И есть еще кто-нибудь? И еще кто-то? И ответит в эфире. И он говорит, да, Иесею мласи, здесь. И еще есть еще муж, но он пасет овец. Иеса мласи, знаете, он picked up. И еще он, и он там. Да, и папа не сказал, да, Иеса мласи. Мэй папа наня влашу. Папа должен быть так сделан. Он не обратил. Но есть младший. Он сказал, что есть младший. Он посетовец. Все старшие, они служили в армии. Они узнали, как использовать пушку. Они узнали, как управлять танк. Они узнали, как управлять танк. Но Давид, это кто? Он валялся с овцами танк. Это мы там, кто есть с бремьей. Они с ума с ума. Он воняет. Маленький, он ничего не знает. Он YOUNG, это молодой человек, но его как-то забыли. И посмотри, Пророк говорит, позови его, мы не будем продолжать праздник. Мы не будем продолжать праздник с ним. И послал Иесей и привели его. Он был белокур, с красивыми глазами и приятным лицом. И сказал Господь, встань, помашь его, ибо это он. Он говорит, это он. Библия говорит о том, что, слушай, я избираю его. Он говорит, это он. Бог уже избрал его. Все забыли о нем, но Бог избрал его. И мне нравится, Бог не сможет это в внешность. Мы только читали. Но все написано, он говорит, что он был красивым. Он был белокур, с красивыми глазами. Он был белокур, с красивыми глазами. Красивый. И Библия говорит о приятном лицом. Он говорит, что он был хорошим. В оригинальном языке это человек, который хотел приятно общаться. Это умный человек. Он говорит, что он был мудрым. Он говорит, что он был мудрым. Он знает как. Он знает как. И Бог говорит, вот это он. И как будто бы вы все остались, так что мне говорят. Это как будто бы вы воспринимали. Никто не замечает. Никто не замечает. Как будто я не играл. И как будто бы вы забыли. И я вам скажу, что Бог готовит вас. Не переживайте. Бог готовит. Бог за кулисами. Он готовит вас к чему-то большому. Готовьтесь. Продолжайте делать то, что ты делаешь. Скажите, зачем? Четыре аккорды. Кому это надо? Ну, посмотри, Гилсон. Продолжайте, если вы не четыремя. Продолжайте. Продолжайте. Бог нравится. Продолжайте. Продолжайте. Или ты говорил, давай, пить народ эту молитву. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Я только у меня отец наш. Я стою на небеса. Сейчас, это не бабушка. Должно, это только бабушка, которая говорит мне. Ничего, иди, иди молитву. Продолжайте, иди, иди, иди. Как ты умеешь? Как ты знаешь, как ты можешь это сделать? Но я знаю одно. Когда Давид стоял перед Голиадом, он попросил, дай мне ядры... Слушай, ты зайдешь домой... Дай мне ядры наружу... Дай мне ядры наружу. Дай мне ядры наружу, просто два человека. Он взял только пять. Он взял только пять? Пять. Он взял только пять аккордов. И что? Как называется Слинг? И что? Это то, что он умел. Но мне нравится то, что он сказал Саул. Он сказал Саул, слушай. Слушай, Саул. Когда медведь и лев напал на эти овцы, Я пришел в воде. Я пришел в воде. Когда лурс везет и лев львы, я вышел в воде. Что Давид сделал? Давид посмотрел назад. Он посмотрел назад. Он посмотрел назад. Это три-четыре аккорды. Это три-четыре аккорды. За очень ночи не закончены. Да. Он будет использовать тебя. Сильно. Он будет использовать тебя. Сильно. Может быть, лидер забыл про тебя. Не переживай. Тебя не пригласили на ужин. Ничего страшного. Главное, наступит время, когда Бог скажет, Мы не начнем пока мы не увидим тебя. Мы не начнем пока мы не увидим тебя. Позови его. Он мне нужен. Он мне нужен. Он мне нужен. Посмотри назад. Интересно. Интересно. Когда Давид стал царем. Библия говорит. Он завоевал территории для Бога. Расширил предел Израиля. До такой степени. Там воевал. Представь. Человек, который не служил в армии, так служил до такой степени, что хотел построить Богу храм, Бог говорит, слушай, отдыхай. Ты столько. Он не служил. Он сказал. Благослови Бог. Научай меня что? Брани. Где? С овцами. Радуйся. Радуйся. Стой. 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 И продолжай делать те вещи, которые Бог верит в себя. Потому что Бог призывает тебя служить твоему поколению. Не моему поколению. Не моему поколению. Не моему поколению. Не моему поколению. Сегодня ты здесь в этой церкви. Бог готовит тебя служить твоему поколению. Это то, что он сделал с Давидом. Он искал молодого человека, который мог бы служить его поколению. за генерацией. Библия говорит, он юноша. Красивый. Когда мы молодые, мы красивыми были. Мы красивыми были. Сегодня мой сын. Можно показать объявление, которое на праздник? На прошлая была , мой сын . « Папой это ты » « Папа, это ты? Выüne préparayed лень?» « Да. Он никогда не видел меня с бою». Лишь nutshell Que вы spoken, не вчера? Как и cough. У меня волос был, когда я служил своему поколению. У меня волос был, когда я служил своему поколению. И вот это, Майк. Вы видели, Майк? Вы видели, Майк? Вы видели, Майк? У меня есть много. Я ему даю все. Я ему даю все. Я ему даю все. Это для другой поколения. Понимаете? Вы понимаете? Бог! Презивай! Как вам зовут? Как ты зовут? Как ты зовут? Жамиль. 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 Спасибо большое. Спасибо большое. Жамиль. Жамиль. Бог призывай тебя служить твоему поколению. Жамиль. Твоему поколению. И давайте посмотрим, очень интересно. Бог свидетельствовал. О Давиде. Это очень. Мне так нравится. Диане апостолов. 13 главу 22. Послушай, что Бог. Это Бог говорит. Так хочу, чтобы Бог тоже свидетельствовал обо мне. Он говорит. Отрынув его, я поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя. Я, нашел я мужа по сердцу моему Давида, сына Елисеева, который, что сделает? Исполнит все желание, хотение, ведение. Нет. Майор. Майор. А как насчет этих красавцев, которые пришли, они как на этот подиум и так решили? Нет, я его не знаю. Нет. А Минадаб? Нет. Самый? Нет. Я пришел этот мачо. Который убил лев. Который убил лев. Никто даже не знал этого. Вот он мне нужен. Вот это маленький юноша. Он исполнит желание. Он исполнит желание. Он исполнит желание. Бог хочет, чтобы вы исполните желание. Вы не просто приходите в церковь от воскресенья до воскресенья. Вы не просто слушаете здесь, потому что ничего делать, пастор. Ну давай слушайте. Ну давай, но у нас еще два часа. И после этого по дамам. На следующий воскресенье. Вот так и шестненье. И вы делаете все. Вы думаете, что это как вы делаете? Это все, что заключается в церковь. Это все, что происходит в церковь. Это все, что происходит в церковь. Нет. Бог призывает вас. Я 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 вас. И я, например, послушайте. Еще следующий, это Вот изваление Бога, то есть его желание. На греческом оригинале написано, послужив его поколению. То есть Бог, что Бог сделал, две вещи? У Бога было видение. Не было ни одного человека на этой земле, который мог бы осуществить. Только Давид. Это первый. Второй. Два определенная поколение. Это было время Давида. Это было время Давида. И он служил именно этому поколению. И он служил именно этому поколению. Я служил своему поколению. Это может быть 20 лет назад. Это было 20 лет назад. 30 лет назад. Я еще стараюсь с ним. Я стараюсь с ним. Я стараюсь с ним. Но это не моё поколение. Но это не моё поколение. Это не моё поколение, это ваша поколение, это ваша поколение, это ваша поколение, когда David послужил, он совершил всё с начала, когда он был молодой, до смерти. До смерти, это то, что он сделал, встретиться с Галиафом, это первая проверка, он посмотрел назад, я убил медведя, я написал песню, я всё сделал, Бог учил меня, ты, пойдёшь, вниз, всё, и когда он стал царём, он посмотрел вокруг, что могу делать для Бога. И он завоевал территорию. И он завоевал территорию. Уже приходит старость, он смотрит вперёд, я хочу построить храм для Бога, Бог говорит хватит. Он сказал, нет, это хватит. Это хватит. Это хватит. Это хватит. Он не нужен. Всё. Твой сын построил. Настя как его построил, он посмотрел. Он помнит целый что лифиль из этого. Он рассмотрел все строительные материалы. Он посмотрел что лиф interview уже поперёд. Он посмотрел что в период. В 접종. Поэтому Бог говорит, я нашел юношу по сердцу моему, который умеет смотреть назад, смотреть вокруг и смотреть вперед, который прошлое вообще его не волнует, наше ящик, он ищет возможности что-то делать для царства и подготовить других для будущего строительства. К этому Бог ведет эту церковь. В это время Бог начинает уже расширять цифры 6, в Библии, эти цифры имеют колоссальные значения. Это имеет огромнейшее значение. Цифры 7 вы слышали, что пастор сказал сегодня, я хотела, сегодня, пастор, молитва, которую я хотела молиться, он уже все, я украл мою молитву. Сегодня я все выложил, я стою говорит, господи, зачем ты ему дал, все уже, и пророчество, и все сделал. Потому что мне надо дать слово, и все. Потому что мне надо дать слово, и все. Спасибо. И еще седьмой хотел сказать, он тоже сегодня подчеркнул это, но все еще я добавлю. Но я тоже хочу добавить. Цифры имеют колоссальные, колоссальные значения. Шестое, седьмое, это, он сказал, это полнота. Шестое, это число означает человечество. Вы помните, шестой день Бог создал человека. Это говорит о человеческой сущности. Потом все эти годы, Бог взял вас, первого, цифра, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. И как дети, шестой год, это уже школа надо идти, да? Вы чувствуете, что это уже шесть лет, это уже не пять лет, еще не три. Третий год, это как? Это малявка. Это малявка с игрушками, да? Еще четвертый, ты думаешь, более-менее, пятый, ну, пять лет, ну, это круглая дата. Но когда уже шесть, чувствуешь, уже придется домашнее задание делать. Уже чувствуешь, что уже ответственность. Это не шутка. Ты уже чувствуешь, что ты признаешь, что да, Господи, да, мы это делаем, ты слышишь молитву. Пастор, я очень внимательно просто все принял. Честно говоря, понимаете, молитву, которая прозвучала сегодня. Шестой год, мы уже чувствуем, что да, это уже настал время, когда надо уже действовать по-настоящему. И сегодня пастор выложил свое сердце полностью молитву. И сегодня пастор выложил свое сердце полностью молитву. Все, это так и есть. Но приходит седьмой год, седьмой год, это год такой шалом. В Израиле, седьмой год, как называется, рейс, это ювелирный год, когда Бог дает тебе покоя. И именно пастор, вы так трудился, так сильно вы трудились. И приходит седьмой год, это время, когда вы будете просто как отдыхать в Боге. Вы будете делать дела, но вы почувствуете совершенно новые силы от Бога. Новое понимание, Бог начинает двигаться по-другому, вы увидите, что все, что вы начнете делать, вы увидите, прорыв. Как будто Бог уже сказал. Как будто Бог уже сказал. В этом месте, вы уже говорите. Вы везете в этот endroit, я очень рад, благодаря Богу. Бог начинает открывать дверь. Бог поднимает силы, мощные руководители, то есть лидеры в этой церкви. Именно сейчас. И это сейчас. Поэтому откройте просто ваше сердце. И примите. И будьте рядом с ним. И двигайтесь. И marchайте. Собственно молодежь. Вы не слышите. Бог призва вас. Для того, чтобы служить вашему поколению. Дэвид сделал это. И он пошел к Господу. Пастор служит. Он продолжает служить. Он продолжает служить. Но это ваше время. Но это ваше время. Это ваша время. Это ваша время. Это ваша время. И все, что нужно теперь делать. И все, что он делает. Что он делает. Что он делает. Снарядит. Чтобы вы могут найти все свои дела служения. Все, чтобы вы могли sessionle служить. И чтобы вы выставили выделясь служить. Так что когда пастор дает вам какое-то задание... Когда пастор говорит, что это сложно, что с Богом все возможно. С Богом все возможно. Двигайтесь. Вы видите. Что Бог сделает с вами. Сегодня мы пели песню. Лучше управлять на Господу. Кто слышит это? Это лучше, чем в офисе. Кто слышит это? Я никогда не думал, что с женой... Мы могли сочинить какую-то песню, чтобы стать хитом. Я вообще не думал. Я четыре аккорды. Сегодня я говорю четыре аккорды. Это я проповедую о себе. У меня нет музыкального образования, дорогие. Я врач. Я врач. Какое отношение врач имеет с гитарой, с пением? Это то, что Бог делает. Это то, что Бог делает. Взять какого-то чёрного человека, стоящего перед вами, говорящего на русском. Вообще. О, как это? Как это? Кто-то сказал, вот это цирк. Это хороший цирк. Только Бог может сделать. Только Бог может сделать. Умон не постичь. Ты не можешь понять. Возьмите свою славу. Возьмите свою славу. Аллилуйя. Аллилуйя. Я хочу, чтобы вы служили вашему поколению. Я хочу, чтобы вы служили вашему поколению. Последнее место из Писания. Еще хочу что-то показать вам. Я хочу что-то показать вам. Откройте вместе со мной второй Тимофей. Первую главу. Чапитаду 1, Приводя на память Лицемерную веру твою Которая прежде Обитала в бабке Бабушке Это называется бабке Это бабка Это бабка Это бабка Это невозможно Написать бабушке Бабка Она называется бабка Прежде обитала В бабке твоей Луида Это Лойс И матри твоей Это Юнис Уверен что Она и в тебе Это апостол Павел Вы знаете где Бог его нашел По дороге в Дамаск Просто убить людей И Бог его настолько изменил И если читать Диани апостол Восемь Семь Восемь Девят Главе Где Он подпринял Иисуса Вы видите Когда Убили Степан Библия говорит Там стояли Юни Молодой Я всегда удивляю Почему Бог любит Молодой Потому что Бог всегда думает А следующий поколение Он хочет подготовить Иисус Он хочет подготовить Бог Нашел Павел И Павел Служил И служил И служил И павел И пришел В одну город И увидел Тимофей Иисус 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 Будущий Тимофей Будущий Иисус Будущий Слово Жизни И посмотрите Апостол Павел Так интересно Он говорит Интересно Прежде Он говорит Приводя Памятную Литимерную Веру Твою Которая Прежде Обитала В бабке Это первое Поколение И Матери Это второе Поколение И в тебе Ты следующий Поколение Павел Я люблю Это Павел Павел Поколение Представьте Три Поколения Три Поколения Три Поколения Три Поколения Когда он Призвал Тимофей Я начал Я думал Я думал Это разговор Просто Я Ди Тимофей Ты молодой Человек Слушай Экут Мо Настало Время Служить Твоему Поколению 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 Слова Богу Тимофей Послушался Слава Богу Глоб И это Моё Желание Чтобы Свой молодой Человек Здесь Слушал Вот Это Призыв Сегодня Посмотри Назад Что Бог Тебе Дал Какие Способности Он Надели Тебя И Посмотри Вокруг Какие Возможности Как Я Могу Служить Молодежь В моем Городе В этом Районе В Посмотрев в период. Посмотрев в период. Посмотрев в период. Посмотрев в период. Что Бог будет делать через нас? Что Бог будет делать через нас? В следующих 5 лет. Посмотрев 4 лет. Как это, это 10 лет. И все, что жениться, слушайте-moi. Не думайте. Сколько тебе лет сегодня? Скажи ближе. Какой ты, чем ты лет? Не дай мне твои близки. Еще 10 лет. Сколько тебе будет? Это уже страшно, да? Ты уже видишь себя, как... Уже не бабушка. Но ты уже ближе, где-то к матери. То есть уже изменил статус. Это означает, что ты матери. Ты уже не можешь быть Тимофейом. Ты можешь быть Тимофейом. Поэтому это Тимофейом, это твои поколения. Это сейчас, что ты должен быть Тимофейом. Ты добавил 10 лет, да? А я не думаю. Это страшно. Сколько мы не думаем. Мы не думаем. До воскресенья, до воскресенья... До диманча до диманча до диманча. До диманча до диманча до диманча. 10 лет. Идите детей. Иди, уйдите, уйдите. Р player, уйдите. hebни да, без дела. Давай, уйдите! Давай, уйдите, уйдите. Это остальные апостолы приводят их. И старшие апостолы говорили. Нет, нет, нет. Уйдите. Ректор ли asleep памятнича до диманча до диманча. И они уже гражданица throw away. Яykaer want, right? Я therefore не смысла, чтобы то это было異 되어. Это то, что есть. Это так, что есть. Поэтому Бог призвал вас послужить вашему поколению. Я не хочу, чтобы ты ждал, пока... Стать бабку. Нет, бабка, это далеко. Может быть, мэр. Первый уровень. Это первый уровень. Поэтому сегодня, посмотрите назад. Что у тебя? Что у тебя? И посмотрите вокруг. Посмотреть вокруг. Какие возможности есть, чтобы послужить моему поколению именно сегодня? И посмотрите в период. Что Бог желает сделать. Что Бог желает сделать. Что Бог желает сделать и быть счастлива. Hallelujah. Это слово, которое Бог имел для слова жизни. Бог расширяет вас. Бог поднимает вас. И через 10 лет вы увидите. И в 10 лет, вы увидите. Мы будем праздновать 10 лет, а потом 14 лет. А потом 14 лет. Вы здесь? Вы здесь? Но мне нравится. В 19 лет я жду. В 19 лет есть что-то там. 12 лет, это 6 плюс 6. 12 лет, это 6 плюс 6. 12 лет, это управление. 12 лет, это управление. Это управление. Бог дает особое помазание для того, чтобы управлять. Это управление. Некоторые институции. И ваше. И ваше. И тогда у вас будет несколько церквей. Вы должны быть. Это пророческое слово. Это пароль профитика. И Бог готовит вас. И ваше. И ваше. Будет управление Синя. Сколько церквей. И ваше. И ваше. Смотрите назад. Смотрите. Вокруг. И. Период. Господь, воздайте. Славу. Наклони Твою голову. Давайте помолимся. Дорогой, мы славим Тебя за Твое слово. Спасибо за то, что Ты проговорил Твоей церкви. Спасибо за то, что Ты начал с первого дня. И благодаря Тебе, Боже, за то видение, которое Ты поместил в сердце. Пастора. И до сегодняшнего дня. Сегодняшнего дня. Он горит. Этим видением. Горит. Этим желанием. Служит. Сервир. Тогда как Ты созидаешь Твою церковь. Которую врата ада не одолеют. Мы славим Тебя. Господь, пусть это слово меняется, молодежь. Каждого члена этой церкви будет. И я молюсь, Дух Святой. Пусть Твоя сила не сходит прямо сейчас. Дух Дерсновения. Пусть наполнит их. Идти вперед, Боже. Идти вперед. Видеть все вокруг. Идти вперед. Чтобы осуществить. Идти вперед. Твоё видение. Твоё мечту. Твоё мечту. Для этого города. В районе, Господи. В районе. И по всей. В Кебеке, Боже. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Дайте Бог славы. Акламу, дай Богу, дай Богу, дай Богу. Алле-луйя. 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 Посмотрите. Regardez en arrière. Добавайте мне, если поставить третий. Regardez en arrière. Autour. Et dans le futur. Прямо на печати это. Écrivez cela. На холодильнике. Et mettez cela sur votre ресурс. И chaque matin, вы regardez. Молодец, Боже, Бог вас благословит. Женес, коже, что Господи вы bénи. Спасибо. ПОДПИШИСЬ. 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 Следующий этап. Мы сейчас хочу, чтобы… Это время. Это время, когда будем молиться за пастора. 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 Потом. Потом. Сейчас будем благословить пастора. Молиться за него. Чтобы Господу. Укрепить. КОЛИ. ПОДПИШИСЬ. ПОДПИШИСЬ. ЧТО. ПОДПИШИСЬ. Я хочу говорить просто слово об этом. Время пожертвования. И послушайте внимательно. Часто когда призываю пожертвования, иногда говорят, это время, когда нужно отдать деньги. Да, конечно, это время, когда нужно отдавать деньги. Но я помню по строительству храма. Это скинье в пустыне. Пожалуйста, можно дать нам место из Писания? Исход 25.1. Исход. Если у вас есть Библия, откройте. Если вы даете Библию, уврите. И сказал Господь Месси, говоря. Скажи, сынам Израилевым, чтобы они сделали мне приношение. От всякого человека, у которого будет усердие, принимайте приношение мне. Бог хотел построить церковь в пустыне. Как можно построить святилище, храм в пустыне? Как можно делать бизнес в пустыне? Это невозможно. Это невозможно. Но Бог хотел это делать. У него был план. И он говорит. Иди. Месси, скажи, народ. Давайте посмотрим предыдущее. Предыдущее. Скажи каждому сынам Израиля, чтобы они сделали мне приношение. Пожалуйста, принеси приношение. Это прекрасно. Но Бог что-то добавляет. Посмотри, вторую часть. И от всякого человека. и не от всех. Приноси приношение. Но принимай, не от всех. Не от всех. Давайте скажем, не от человека. Посмотрите, у которого будет что? Усердие. Он принял то решение. Бог не заставит тебя. Не заставляет. Давай или нет. Но если есть усилия. Нет это глубокое желание. Это большее. И что за желание послушайте внимательно. Почему Бог говорит? Бог избавил их от смерти. Бог дал им жизнь. Часто говорит. Жизнь это что? Это время. А время это что? Деньги. Когда мы приносим приношения. Не просто деньги. Жизнь которую Бог дал нам. Мы были. Мы были где-то в обмене пункта. Так называемые. Работа. И мы сделали. Поменяли небесного. Это небесный. Время это небесная валюта. Мы пришли к нашему боссу. И говорят. У меня есть 10 балюта. Мы можем ли мы сделать обмена? И я даю 8 часов. И он мне дает сколько? 60 долларов. Но смотри. Кого сколько зарабатывает? Или скажем 180. Или скажем 180. И пришел домой и говорит. О, я только вернулся с работы. И вернулся из обменного пункта. Ты вернулся с обменного пункта. Вот это все. В самом деле это так и есть. Это так и есть. Это так и есть. И Бог поэтому говорит. Я избавлю вас от смерти. Потому что каждый, который это помнит. Каждый, который мечтает. И знает, что я сделал. И что ли вы понимаете, что я сделал. Поэтому я хочу, чтобы вы имели это понимание. Это не просто, ой, господи. Ну, мне надо было все сделать, а потом я вам отдам кровь. Нет. Нет. Боже, ты дам мне жизнь. Я даю часть этой жизни тебе. Это в виде денег. Вот это приношение. Поэтому Бог сказал. От всякого. Я говорю о том. Сначала бросай визу всем. Иди, апель ты умун. Решение за тобой. А всякого. Поэтому на приношение. Подумай над этим. Благодарю Бога. Ремерси от Сенера. И приносите Ему. И апортю Сенера. И ка Луи-мем. Сейчас у меня есть такое слово. Я вам скажу. Я уже забыл. Я вспомнил. Я мусор апелли. Принеси Ему так. Амель ми. Чтобы он был в жизни. Жоя. Это то, что они сделали. Это приносили. А потом в конце. Моисе сказал. Хватит. Моисе сказал. Нет, это suffит. Вы знаете что? Мне так интересно. А как Моисе знает, что это хватит? Моисе сказал. Я не знаю, это не знаю. Потому что. Моисе сказал. пока ты не уйдешь до доски. Тот, что ты не уйдешь, он говорит, что это suffит. И что, Господи, и что, Господи, и пусть увидят в банкер. Аллилуйя. Мы сюда принесем, да? Да, давайте помолимся. Мы будем пройти. Сначала. Вы что-то принесли? Подожди. Я буду молиться до того, и буду молиться после того. Я буду пройти. Сегодня это праздник. Сегодня это праздник. Возьмите то, что вы держите в envelope. Положи руку на envelope. Метте ваше место на envelope. И сейчас помолимся. Дорогой Небесный Отец, благодарю тебе за то, что ты даешь нам жизнь. Ты даже разбудил нас сегодня утро. Дай нам силу прийти. Ты нам дали это место. Сегодня мы отдаем это. Сюсердие. Это то маленькое, которое мы можем давать. Это то, что мы можем дать. Благослови. Благослови. Мы отдаем с радостью. Мы даем с радостью. По имя Иисуса. В nomе de Иисуса. Аминь. 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 Пожалуйста. Я вас прошу. Кто будет? Пойдемте. Аллелуя. Скажите нам. Ди aux enfants. Слово жизни. Лапару де ви. Чтобы они сделали мне принадлежение. Кин ма порте унофран. От всякого. До ту том. Человека. До ту том. Которого будет усердие. Селики. Которого будет усердие. Приняйте. Приняйте. Лапару. Поднимите ваши руки сюда. Метте ваши mains вверху. Дорогуя небесная отец. Шер Перь Селест. Мы тебя благодарны. Мы тебя благодарны. Ты на небе. Ты на небе. Ты все видишь здесь на земле. Мы тебя видишь на земле. Я молюсь оттен. Я молюсь оттен. Чтобы ты вы освободите твою силу. сил на умножение в жизни каждого дающего. Пусть эти даяния открывают две возможности перед ним. В имя Иисуса. Пусть это приносит даже чудеса изнамения в жизни. Даже на иссиление, на освобождение, в мир, в покое, в финансовый прорыв, в боже. Ретаблley definite превышение и Allen, Михаилんと привела к нам. Тебе, ты дали жизнь. Все, что ты дарёшь нам, принадлежит тебе. measuring тебе. Я благодарю тебе. В имя Иисуса Христа, в爱 с Святой der Пobre Franken. Аминь. 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 Клаком и адоремской силе. Праздник продолжается. Приветствую вас, дорогая церковь. Приветствую вас, армия Христа. Сегодня прекрасный праздничный день. Сегодня день рождения церкви. Это великое благословение Божье и благость Его к нам, что мы можем находиться сегодня здесь и принадлежать к Его народу. Церкви слова жизни исполнилось шесть лет. Шесть лет пути, шесть лет сражений и побед. Да, мы сражаемся. И как написано, что мы воюем не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против мироправителей, мира сего и против духов злобы поднебесной. Таким образом, у нас есть сражения, а значит, есть войны. Это значит, что есть у нас есть победы. А значит, есть добрые воины. Это значит, что есть у нас есть добрая воина. Павел писал к Тимофею, чтобы он воинствовал согласно с теми преданиями, которыми были завещаны. Чтобы как добрый воин имел веру и добрую совесть. Быть воинственным, храбрым, иметь веру и добрую совесть. И avoir la foi. Это значит быть добрым воином. Так же добрый воин должен иметь сердце милосердное. Чтобы он мог благовествовать мир, он должен быть благородным, добрым. И должен быть gentил и любящим. И celui, который любит. Так же Павел писал о всеоружии Божьем. Он говорил, чтобы мы встали, припоясав чресло свои поясом истины. И надев на себя броню праведности. И обувь ноги в готовность благовествовать мир. Но прежде всего, чтобы мы взяли щит веры, которым сможем отразить все стрелы лукавого. и надели шлем спасения. И взяли меч, который есть Слово Божье. в нашей церкви есть много добрых воинов. И в нашей церкви есть много добрых воинов. Сегодня мы хотим говорить об одном из них, который стоял у истока в основании этой церкви. и который на протяжении многих лет каждый день выходит на эти невидимые поля сражения. И сражается за каждого из нас. Это воин Божий, это рыцарь Христа, который имеет доброе любящее сердце. Это наш многоуважаемый пастырь Приск. Мы просим вас, пастырь, пожалуйста, идите пожалуйста к нам. Сегодня мы хотим поблагодарить вас имени всей церкви за вашу службу за то служение которое вы несете за безграничную любовь ко всем людям и за бескорыстное служение для каждого из нас. Мы не зря принесли с собой вот такие вот атрибуты воинского заряжения. И как я сегодня говорила, что мы ведем каждый день духовную битву. Как я сказал, каждый день у вас есть спирит и вы знаете, я с вашего разрешения предлагаю сегодня вам облечься в эти доспехи воина. Таким образом делая нас причастными к этому действию. И вы нам потом скажете, каково это. Сегодня мы немножко духовный мир реализовываем в нашем материальном физическом мире. реализируем monde материал. Если вы согласны, вы можете их использовать. Служитель. Это пастор. Это пастор. Пастор сказал да. Пастор Без брони, которая защищала его. Сон лакюра ски лопотеже. Эта часть вооружения имела определенное значение. защищать сердце, легкие и внутренние органы. Наша праведность это праведность Господа нашего Иисуса. Обувь благовествовать мир. Мы не будем обувать нашего пасторя. Он уже обувь проповедника. Вот такой наш воин. И я вам хочу сказать, что в духовном мире мы действительно должны выглядеть именно так. первые три снаряжения обувь, обувь, пояс, и броня это те вещи, которые мы никогда не должны снимать. шлем, меч, и щит, и его курас, мы берем, когда мы сражаемся. Пусть каждый из нас будет добрым воином Христа. как мы видим сейчас вот такое перевоплощение нашего пастыря в настоящего рыцаря Христова. И сейчас я попрошу вас, ребята, помочь воину и щем. Возьмите, пожалуйста, меч и щит. Как видите, оказывается в физическом мире мы можем более реально ощутить, что это нелегко, быть воином Христа. Это большой труд, ответственность, которая требует очень много усилий. Вы почувствовали насколько это все там не знаю, конечно. Я не знаю, как вы побатли здесь. Я не знаю, это уже хватит. Это уже достаточно, это пыль. Честно, большое спасибо, это символизм. Это символизм. Так оно есть в духовном мире. Это не спирит. На самом деле, это огромный труд, это подготовка, но я принимаю это как пророческое. Я защищен всеми этими снаряжениями. Я благодарен Богу что все эти снаряжения я надеваю это. Я очень счастлив, потому что вы посмотрите, это это ИГЛИС что меня обитает. Потому что я помню тоже говорила о Давиде, когда Саул говорила, возьми эту одежду, одевай эту одежду и сражайся. Я вспоминал когда Саул сказал « возьмите свои armи, возьмите для combательности». Он «Это моё, это я беру и пойду сражаться». И церковь обещаю не подвести по Божьей милоси. Воин, мы хотим сказать, что ты не один. Как combatant, ты не все пастор. Да, пастор, это еще не все. Это только половина. Вы можете понемножку снимать. половина. Нет? Нет? Пастор, вы чуть не начали проповедовать. Пастор, вы начали пречать. Пастор, вы слышали? Вы чуть не начали проповедовать. У нас еще не закончено слово. Мы как раз хотели продолжить, что проповедь Слова Божьего это дело нелегкое. И одному человеку оно не под силу. Поэтому Бог дает видение человеку и дает помазание. Также Бог посылает людей, которые будут вам помощниками. Эти помощники называются оруженосцы, которые сопровождали в боях своего господина. которые сопровождали которые были в борьбе. Если вернуться в историю, кто был оруженосец? Кто был оруженосец? Это тот человек который был доверен человеку, очень близко, приближенный к господину своему. Потому что воин должен был доверять на 100% ему. Он сопровождал его во всех боях. Он помогал одевать ему эти доспехи. Это занимало долгое время. Это требовалось больших навыков. Это exige много capacителей. в случае ранения и если есть болезни оруженосец должен вытащить своего господина с поля боя. Он должен вытащить своего господина и ему делать первые шансы. Оруженосец также служил в доме господина. Он участвовал во всех делах финансовых и хозяйственных при подаче пищи на стол. Он также пробовал перед подачей. Первым он выполнял функцию телохранителя. Он имеет функцию для господина телохранителя. Оруженосец для нас это отличный пример для объяснения даров с помощью. Это значит быть слугой. Это значит быть служителем. и в нашей и на нашего доброго воина есть такой оруженосец который обладает такими качествами которые нужны для этого служения. Это надежность верность и посвященность и посвященность таким служителем является ваша супруга. Это ваша супруга. Виктория дорогой наш человечек приди пожалуйста к нам иди сюда. Идем мы любим тебя становись рядом со своим добрым воином. Вы извините нас мы немножко отнервничаем. Дорогая Виктория ты уже выполняешь много функций. Ты уже вы уже много функций. Ты верная жена. Ты любящая и заботливая мать. добрая дочь. Ты ответственный служитель. Но также являешься тем человеком то есть тем оруженосцем который всегда поддерживает нашего пастыря. Твоя роль очень велика. Ты находишься всегда рядом. Ты toujours коте. служишь ему верой. Ты ссерв с верой. Ты находишь силы себе переносить все трудности и негоды. Ты trouвешь у тебя toujours force по пасе у траве до той ситуации. Ты помогаешь ему крепко стоять. Ты лед переноси любыми испытаниями devant toutes ситуации ты заботишься обо всем. Ты т'occupe de tout. Ты разделяешь его мечты. Ты partage с ним мечты. Цели. Ses объективes. Видение. Sa vision. Ты желаешь его видеть всегда впереди. Мы благодарим тебя за это служение вспоможение которое ты несешь. Оставайся такой же верной и надежным оруженовцем и пусть вера в Бога будет для тебя источником силы и это источником твоей силы терпения и любви и любовь. Спасибо. Спасибо. Нет. Я думаю, что это немного. Это не все. Это не все. И мы еще раз благодарим вас за вашу команду за то, что вы позволили нам сегодня показать вас как воина Христа тебя векусь как оруженосца. Это соратник, это очень преданный и верный человек. Конечно, у нас для тебя есть цветы. Я попрошу, где они? Давайте похлопаем, поддержим и поблагодарим. Спасибо большое. Спасибо вам, уважаемый пастор. Конечно, мы снимем с вас эти доспехи. у вас остаются ваши духовные. Это мы снимем. Это действительно очень тяжело. У кого будет желание потом в конце служения поднять и увидеть, почувствовать, сколько это все весит. Вы убедитесь, что это нелегко быть добрым воином. Аминь. Спасибо большое вам. Искренне благодарим вас за этот путь, за эти шесть лет служения вашего. Спасибо большое. Мы снимем с вас кусик оставайся. У нас много добрых воинов. У нас много верных оруженосцев. Конечно же тем цветам, которые вам вручили. прилагаются этот скромный подарок от церкви. Пожалуйста, это вам с большой любовью и уважением. И мы просим пастора Давида помолиться за наших дорогих воинов оруженосцев, за пастора Приска и Виктория. Аллилуйя. встань на это. Метон у дебу. Хочу вам сказать, чтобы быть пастором, скажу вам, честно вам, как кто-то сказал, это кайф. Это очень тяжелый труд. Это тяжелый труд. Я как пастор, я понимаю, я знаю, что это такое. Пастор это тот, который все время думает о церкви. Он знает все, что происходит целую неделю. Когда приходит домой, не дает покой жизни, не говорит о церкви. Вместо того, как нужно говорить о жизни, мы говорим только о церкви. Пришли домой, то есть пастор приходит домой с церковью. И целую неделю говорит о церкви. А мы как прихожане пришли, так и ушли. И по своим делам молимся. И еще получаем смс, получаем письмо. Можем меня пастор на телефон. Это тяжелый труд. Это не положение. Это не пастор приходит в воскресенье и даже не представляете как мы получаем проповеди. Это тяжело. Это да. И поэтому сегодня хочу чтобы мы молились и попросили чтобы Господь укрепил пастора и укрепил жену. И молиться за защиту над его семьей. Нет пастора и нет церкви. не потому что он супер мэн. Потому что Бог дает ему видение. вместе с женой Бог во всей вселенной видение для слова жизни в этом городе дано им. не другого человека который может это осуществить. Как только им. И там написано это оригинальный план Божий. И привел их сюда для осуществления. И поэтому нам нужно молиться за защиту над ним и божественной мудрость. Аминь. Сажать дивину. И каждый пастор скажи какой церковь молится за вас с семьей. Не мне на раковод не ни ни у вас есть день конкретно когда церковь молится за вас. выделить наверное повторникам. Сейчас нам нужно конкретно определиться этого дня у нас не о чем он нам нужно выделить какой-то день надо молиться за пастора. Хорошо? Bien. Молитесь за пастора. Молитесь за пастора. Спасибо. Поднимите ваши руки сюда. Пожалуйста пастор приходите давайте присоединитесь да мы возложим руки на них и будем молиться. мы будем пройти. Давайте. Дорогой небес мы благодарим твое твое ведение мечту в его сердце. Боже сегодня мы молимся о том чтобы ты изолил особое помазание на его жизни и вместе с женой на этом уровне Божий шестой год и дальше чтобы они могли двигаться боже боже сведения и осуществлять во имя Иисуса Христа. Приходит всячество вещи которые пытаются как-то отвлечь их от пути. Сегодня мы молимся и идем против всякого во имя Иисуса всякого орудия дьяволского всякого вещи которые отвлекают их от пути Божьего и я молюсь о том чтобы твоя божественная премудрость мудрость выше управлять во имя Иисуса. Я молюсь сейчас Божий укрепи эти руки творящие твои дела укрепи эти ноги чтобы они шли куда ты направишь их. Божий с этого дня откройте эти возможности и дверь перед ними во имя имя Иисуса Христа приведи людей с севера с юга с востока и запада Божьего чтобы они все стекались в Твой дом Боже чтобы получили пищу возрастали в Тебе укрепили и шли осуществили твои дела Боже сегодня мы единодушно с верой мы приносим церковь Слово Жизни Тебе при Тобой как ты сказал Абраму Исаака Боже мы приносим эту церковь при Тобой Боже мы отдаем Тебе обратно возьми и сделай то что ты хочешь сделай то что ты хочешь осуществи твои планы во имя Иисуса Христа Боже мы молимся за лидеров в этой церкви поднимих молодежи сыны бескомпромисс молодежи которые будут идти и провозглашать Твое Слово Боже именем Иисуса и мы молимся за каждого мужчину каждого ребенка каждую женщину в этом городе Боже мы провозглашаем о том что через это служение через Слово Жизни Твое Слово приходит в каждый дом каждый дом каждую землю Божьей во имя Иисуса во имя Иисуса спасибо Боже за умножение которое уже здесь спасибо за расширение Боже и спасибо за церковь которую ты готов открыть через эту церковь мы провозглашаем что ты уже подготовили помощник подготовили уже будущих пасторов которые будут вести это служение благодаря тебе благодаря тебе мы молимся о том что мы каждого кто приходит каждый кто приходит в эту церковь каждый день спасен входит сюда почувствует твою силу и присутствие коснись душ их особым путем и приведи их сильнее мы благодарим тебе что твое слово которое приносит жизнь изменяет жизни людей в этом городе в Кебеке и во всех Канаде мы славим тебя и благодарим тебе и в заключении мы призываем кровь Иисуса Христа как защиту над пастором как защиту над женой как защиту над семьей Божьей благодаря тебе и восполняй всякую нужду их Божьей Дух Святой я благодарю тебе продолжайте осуществить эти дела через них во имя Иисуса Христа мы молимся в нем в нем мы Амин спасибо пастор спасибо Аллилуйя Аллилуйя Слава Господа Аллилуйя Аллилуйя С праздником дорогие Бон Фетик Лучше уповать на Господа Семей Дух Конферс Семей Дух 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 Мы еще раз хотим вас поздравить с днем рождения Нам 6 лет Мы уже прошли кое-какие испытания Но мы только начали Вы можете присаживаться За эти 6 лет Как вы знаете церковь пастор поднимал с нуля И в эти 6 лет развилось много служений И они помогают церковь расти и двигаться дальше Мы благодарны Богу за нашего пастора Но я благодарю Бога за каждого из вас За каждого служителя За каждого кто несет на себе какое-то определенное служение И вы знаете как сказал пастор церковь это как метро Метро у каждого должна быть своя роль Есть водитель Есть люди которые отвечают за чистоту Есть люди которые отвечают за порядок Есть люди которые отвечают за технику за электронику И также в церкви Есть разные служения И каждое служение имеет свою роль Мы как одно тело Аминь Рука и нога делают разные роли Но тело нужна и в руке и в ноге И также церковь каждый член церкви имеет свою роль И даже если вы думаете что вот зачем я хожу Бог приготовил для тебя роль в этой церкви Если ты еще не нашел свою роль продолжай искать пробуй И мы сейчас приготовили видео где каждое служение благодарит церковь Я теперь прошу ваше внимание на экране отвечу Мы идем дальше. Бог для нас многое приготовил. Иисус по троне. Бог верен. Мы достигли многое. Мы знаем очень многое. Мы увидим то, что Бог готовил. Не прыгай с корабля, останься в корабле, и идем дальше. Аминь. Дорогая моя церковь, благодарю вас за то, что я могу служить в женском служении. Желаю вам здоровья, радости, любви и процветания. С днем рождения! С днем рождения, дорогая! Тебе всего шесть лет, но это уже возраст. Я желаю тебе в свое время услышать слова твоего возлюбленного, что ты прекрасна, как Фирца, любезна, как Иерусалим, и грозна, как полки со знаменами. Спасибо за возможность служить в молитвенном служении. Спасибо за эту привилегию поддерживать руки других служителей. Ты сильна, ты потенциальна, и в тебе много любви. Люблю тебя, церковь моя. И еще раз, с днем рождения! Я поздравляю тебя с твоим шестилетием, и хочу тебе пожелать чистоты и просто расширения твоего пространства, потому что именно я считаю, что в этой среде Дух Святой действительно обитает во всей своей полноте и проявляет свои дары, проявляет свою любовь, проявляет свою силу и могущество. И с днем рождения! Чанго! Чанго! Церковь, с днем рождения тебя! И спасибо за возможность служить в добрых делах! Церковь, поздравляю тебя с днем рождения! Спасибо тебе за это благословенное служение, служение детям. Это прекрасное служение, которое возвышает нас и наших детей. Спасибо тебе, церковь, за такой да. Мы любим тебя, мы любим каждого из этих детей. Благословляем их, благословляем тебя, церковь. И мы хотим тебя поздравлять все вместе, с любовью. Поздравляем! Так, церковь, нам исполнилось 6 лет. Мы хотели просто поблагодарить каждого, поблагодарить Господа за эту возможность служить в молодежном служении, служить в подростковом. И мы верим, что Господь приготовил еще больше для нас. Церковь, в этом седьмом году мы желаем тебе процветания, чтобы каждый приносил свой плод. Мы благодарим за то, что вы вместе с нами. И благословляем каждого члена нашей церкви. Поздравляем тебя, церковь! С днем рождения! Церковь, нам 6 лет. Мы поздравляем всех вас. Поздравляем! 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 Благодарим всех вас за эту возможность служить всем вам. За возможность творить, создавать и делать наши праздники яркими, красочными и неповторимыми. Мы любим тебя, дорогая наша церковь. И искренне поздравляем тебя с днем рождения. Поздайте Богу славу! Дянула благорую, Сеньяр! Бог велик! Аминь! Аллилуйя! Аллилуйя! Лучше упавад на Господа! C'est mieux de faire confiance au Seigneur. Аллилуйя! Аминь! О,! Аллилуйя! Ди-дип-дуп-дуп-ди-дя-da-da-da-da-da-da-da-da До- Di-ти-п-doo-dis-dad-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 Мне нравится это. Я люблю это. Мне подобно. Аминь. Спасибо, Господи. У вас великое будущее. Все благословение вам. Своей вупени. Нет, нет, сейчас пастор, пастор. Слава Богу, слава Богу, слава Богу. Большое спасибо. Спасибо, Диограмм, спасибо. За это служение на самом деле. Я люблю служить просто Богу. Без заковерки, задние, планы. Я люблю так. Просто мы служим и все. Поэтому слава Богу. Большое спасибо вам. Дайте Богу большую славу за них. Аминь, аминь, аминь. Да. Но по поводу волос, честно, брат, это... Ты ему точно все отдал, вижу. Я отдал тому поколение. Тому поколение, вот, вот они. Слава Богу. И мы очень рады вашему приезду. Пастор Давид, сестра Галина, и также вся команда, и также другие там в зале смотрю. Большое спасибо. Большое спасибо. И мы хотим, на самом деле, поблагодарить всю команду. Но, конечно, в лице пастора и сестра Галины. Пожалуйста. Если можно вынести, конечно, нормально, не снаряжение, ничего не будет такого плана. Он не будет вас пометить, как мы мы все-таки. Вот, это, пожалуйста, это прекрасно. Это, пожалуйста, прекрасно. И осторожно. И, пожалуйста. И я вас прошу. Это, знаете, это все ваши команды, мы дадим старшим. Аминь. Большое спасибо, пастор Давид. Большое спасибо, Галина. И, конечно, я хочу поблагодарить всю церковь и каждого из вас за время, за терпение. Потому что, неожиданно праздник, растянутся, это праздник. Аминь. И также, пасторам, которые были здесь с нами сегодня, с другой церкви. И маленькая поправка, потому что он проповедник, он не знает ситуацию, он не знает церкви. Я уважаю духовные принципы. Вы, Тимотей, для вашего пастора. Вы, Тимотей, для вашего пастора. Вы, Тимотей. У меня, Майк Тимотей. Аминь. Вы, Тимотей. Вы, Тимотей, для своей церкви. Вы, Тимотей, для вашего пастора. Аминь. Слава Богу. Нет, нет, я знаю, мы говорим нормально, все в порядке. Вы, Тимофей, и там, где вы служите. Вы, Тимофей, поддержите своего пастора. Руки, все поддерживайте его. Мы с вами, коллеги послужения. Мы с вами все работники. Аминь. Слава, дайте Богу большую славу. Аклаву, Леониду. Еще раз спасибо каждому, поздравьте друг друга. Пусть Бог нас благословит. И давайте благословит. И после этого, потому что они пообщаются, по кушаем, а потом они уезжают сразу. Поэтому давайте помолимся, потому что уже не будет время молиться сюда. Ник, там, в пути, так далее, так далее. Хорошо? Спасибо, пастор Дэвид. Давайте помолимся вместе. Это будет вместе, когда мы сделаем это вместе. Просто поднимите свой голос в свои руки. Пусть Бога. Пами, дякуем тебе, Збавцы, за этот час, который нам дарывали. Дякуем тебе за этот шестой аннитуцией этого костица. Пами, дякуем тебе за пастора Прыска. Дякуем тебе за его жену и эту работу, которую они выполняют для тебя. Просима тебя о твоя благословище и твою помощь в их pracy. Дякуем, которые мы получили, Паме, благослови и наполните твою ардостью, твоим покоем и твоим святым душем. Дякуем тебе, пане, также за слово, которое слышали сегодня. Для молодежи. Пане, благослови нашу молодежь. Пане, благослови нашу молодых людей, наши дети. Пане, благослови и пастора Давида с родином там, где они служат. Будь с ними в их дороге, заховь их в Твоем покоем. И, Пане, мы надея, что споткнемся вместе. Если не здесь, на этой земле, то в Твоем Кролевстве. Аминь. Нуждающихся в Твоем Царстве во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу! Так что большое спасибо, пожалуйста. Еще раз честно, еще раз большое спасибо за команду, за все, правда, и это очень хорошо. Церковь большое спасибо. Сразу скажу так, потому что время не будет. Я хочу поблагодарить всех, которые приготовили все этот праздник. Большое спасибо каждому из вас. Я очень люблю вас, церковь. И мы идем дальше. Иисус на троне. И Бог верен. С миром Божьим. Спасибо.